Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Автотранспорт в настоящее время стал неотъемлемой частью нашей жизни. Впосредством железного скакуна мы преодолеваем сотни, а то и тысячи километров каждый день. Ассаламу алейкум, с вами программа «Про авто». И в нашей программе мы расскажем вам о недочетах и достоинствах всех марок автомобилей. И сегодня в центре внимания отечественный автомобиль. Тенденция на покупку нового авто в последние годы набирает обороты. Почему я говорю отечественный, так как в моих словах есть жизнь. Собирают автомобили концернов ВАЗ на широких просторах нашей страны, в городе Узко-Миногорске. И речь сегодня в нашей программе пойдет о «Ладе Ларгус». Что можно сразу подчеркнуть? Этот автомобиль из сословия многодетных, но, скажем так, не из богатых. Что же он представляет из себя? Этот автомобиль не хэтчбэк, не седан, а универсал, который имеет семь мест. Давайте мы сейчас с вами пройдемся немножко по экстерьеру автомобиля. Как мы все знаем, прародителями «Лады Ларгус» является концерн «Рено». И если говорить о передней части автомобиля, она практически идентична «Логанскому». Также нужно отметить, что в производство вышла «Ладо Ларгус Кросс». Как и обычный «Ларгус», предлагается в пяти из семи местных вариантах. В 2016 году в честь своего пятидесятилетия «АвтоВАЗ» представил «Ларгус Кросс Блэк Эдишн». Кузов автомобиля состоит из оцинкованного металла, что не дает ей ржаветь. Это реальный внедорожник без пяти минут лимузин на 15-дюймовых дисках. Задние двери двухстворчатые, очень удобные в применении. Также на неустановленной рейлинге имеется фаркоп. Сейчас я в салоне «Лады Ларгус» комплектации «Люкс». В народе называют ее «полный фарш». И при моих 100 килограммах сейчас я сижу очень удобно. Мне снаружи внешний дизайн и оболочка этой машины просто поразил меня на повал. Теперь сейчас я вам расскажу вкратце, сделаю такой небольшой обзор в салоне этого автомобиля. Если говорить об интерьере автомобиля, он не вызывает никакого отторжения или дискомфорта у владельца данного авто. Все кнопочки на месте, не считая заднего электростеклоподъемника. Их расположение нестандартное, то есть не на дверных ручках, а где-то под ногами. Касательно их разработчики немного недоработали. А возможно это фишка «Лады Ларгус». Салон может также приятно удивить. Две подушки безопасности. Бортовой компьютер, CD, USB, MP3, ABS, иммобилайзер. Изменение положения руля вверх-вниз. Электроусилитель руля. Подогрев сидений. Потолок автомобиля оснащен дополнительным огромным вместительным кармашком, куда можно сложить сумки, журналы, газеты, ну и всякое барахло, что может мешать в салоне. Чтобы попасть в третий ряд салона, необходимо сложить средний ряд, что делается очень легко, без никаких усилий. Огромным минусом является то, что задние сидения не откидываются назад, что вызывает дискомфорт при длительных поездках. На чем же я еще хотел сакцентировать свое внимание? Так это на пластиковых деталях салона. Они, конечно, оставляют желать лучшего. Мы сейчас подъехали на автодром, и пришло время испытать «Ладу Ларгус» на прочность. Машина разгоняется вполне нормально. Учитывая 87 лошадок под капотом, ну, конечно, для любителей больших скоростей, вам не по адресу. Двигатель начинает напрягаться при разгоне машины свыше 100 км в час. Тахометр поднимается аж до 5000 оборотов. При своей длиннопазности, конечно, на поворотах она не очень устойчива, но передача переключается плавно, не вызывает никаких усилий в переключении. Хотелось бы еще отметить существенную проблему. Это внешние боковые зеркала. Хотя кажутся достаточно внушительными, но, к сожалению, угол обзора небольшой, что крайне важно для водителей. «Ладу Ларгус» на тест-драйве показала себя с лучшей стороны. И вот сейчас мы едем по неровной дороге. Подвеска этого автомобиля глотает все кочки и неровности. Ничего не брякает и не трещит. Мы едем ровно. Но это лишь мое мнение касательно данного автомобиля. Сейчас мы направляемся в станцию технического обслуживания, где нас ждут механики, специалисты, которые расскажут о плюсах, о минусах, о недочетах и достоинствах данного автомобиля и рассудят нас объективно. Ну а пока мы направляемся к ним. Я расскажу вам также о штрафах, которыми могут обернуться, если при вас не будут следующих перечней документов. Минимальный расчетный показатель на 2017 год составляет 2269 тенге. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения, налагается штрафом в размере 5 МРП, что составляет 11 345 тенге, предусмотрено статьей 612 частью 1. Уклонение от заключения договора обязательного страхования карается статьей 230 частью 2. Размер штрафа 20 МРП 45380 тенге. Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, также за отсутствие техпаспорта карается статьей 590 частью 9 в размере 5 МРП, что составляет 11 345 тенге. При отсутствии техпаспорта машину увозят на штрафстоянку. Оставайтесь будительным во время управления транспортным средством, и вам не придется выплачивать штрафы. Сегодня в нашей программе мы решили представить вниманию автолюбителей вот такую машину Lada Largus. Расскажите, пожалуйста, на что должен тот самый потенциальный покупатель, автолюбитель, водитель обратить, во-первых, свое внимание. То есть мы знаем, что есть кузов, двигатель, основные части и ходовка, подвесная система. Ну, прежде всего, надо смотреть на внешний вид автомобиля, на кузовные детали, дверные зазоры, проемы. Качество металла не битое, была машина в аварии, не была. Ну, в основном так. Все остальное это уже на подъемнике, смотреть, открывать капот, смотреть на подвеску. Ну, в сравнении с аналогами зарубежными, ну, есть, конечно, какие-то нюансы. Различия, да? Различия есть. Ну, в плане, в общем плане, машина достаточно хорошая. В принципе, я так и предполагал. Машине-то от роду всего два года. Искать здесь изъяны, как говорится, нецелесообразно. Давайте взглянем, что у нас имеется под капотом. Видите, конструктивно он ничем не отличается от других аналогичных автомобилей. Это четырехцилиндровый, атмосферный двигатель. Имеет свои исторические корни, так как он французский двигатель. Автопрома Рено, да? Да, Рено. У него есть, ну, небольшие у него также, как говорится, и заводские болячки у него тоже остались. То есть, при определенном пробеге, после 10 тысяч, у кого после 20 тысяч начинается, ну, бывает, что требуют замены датчика распредвала, либо датчика ленвала. Ну, а все остальное ТО, просто нужно проходить своевременное ТО. То есть, замена масел, жидкости определенных в определенное время. То есть, в двигателе каждые там 8 тысяч менять масло своевременно. Если заливать качественное масло, машина, очень, двигатель очень проверенный уже, надежный. Моя любимая часть – подвесная система, ходовка. Мне не терпится узнать, что же она из себя представляет. Лично мне ходовая часть «Лады Ларгус» понравилась больше всего. Нет, ну, у нее обычная подвеска «Макферсон», амортизатор, рычаг и стабилизатор устойчивости. Достаточно простая, надежная конструкция. То есть, не доставит она никаких хлопот по мере своей эксплуатации. Все элементарно просто. То есть, вот шаровая опора, соленблоки, шрусы, наружный и внутренний, тормозной суппорт, амортизатор и все. Конструкция достаточно простая, вот в ее простоте и вся фишка. Ну, а какие могут возникнуть вообще проблемы? С чем можем столкнуться? После, обычно, после 60 тысяч, но это в зависимости от того, как управляет водитель автомобиля. Если ездить на ней небрежно, агрессивно, то есть, ну, все, что может доставить хлопоты в этом автомобиле, это только вот шаровые опоры, стойки и втулки стабилизатора. Основных таких нареканий автомобиль не вызывает вообще. Еще какие особенности есть? Какие достоинства и какие минусы есть? Что еще можете рассказать о ней? Из достоинств, можно сказать, вот у нее сзади система балочная, то есть, настолько простая, как и у большинства, в основном, немецких автомобилей. Пластиковый пожаробезопасный бензобак. Система тормозная, обычная, как у всех. То есть, автомобиль собран по простому принципу, поэтому никаких сложностей в эксплуатации он в любом случае доставлять не будет. Надежный, прочный. Надежный, прочный и простой. И все вот эти комплектующие, даже если они выйдут из строя, их заменить не составит такого особого большого труда. Ну и цена будет составлять не... Да, то есть, достаточно доступные запчасти на этот автомобиль. Из минусов, можно сказать, что просто машина слишком большая, парусность у нее большая. То есть, она немножко управлять ей... Ну, на первых порах нужно будет поучиться, чтобы ей управлять, потому что машина имеет большие габариты. В остальном, все, что касается выхлопной системы, всей конструкции автомобиля, кузовной и вот эти детали шасси, они уже проверены временно. Все гениальное просто и все простое гениально, недаром говорил Йозеф Геббельс. В тот момент, скорее всего, он думал о Ладе Ларгус. Шутка. Ну что ж, настала пора дать оценку сегодняшнему нашему железному скакуну. Мы, значит, расспросили вас и о двигателе, и о кузовной части, и о ходовке. И вот если оценивать Ладу Ларгус по пятибалльной шкале, сколько баллов вы дадите этому автомобилю? Заслуживает твердую четверку. Минусы у него действительно не очень значительные, но плюсов все же больше. То есть, преобладает больше достоинств, нежели недочетам, да? Да, недочеты незначительные, поэтому я думаю, что автомобиль брать не только можно, но и нужно. То есть, в эксплуатации определяется качество материала. То есть, инженеры должны делать вывод из того, как эксплуатируется автомобиль. Какие у него недочеты, и их выявлять и устранять. То есть, по большому счету, по эксплуатации этот автомобиль больших хлопот не доставляет вообще. Дорогие друзья, автолюбители, у Лады Ларгус оказалось больше достоинств, нежели недочетов. Поэтому он снимает с себя все ярлыки плохого автомобиля и уже потихоньку вживается в наш менталитет. Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. На этом все. До скорых встреч. Ассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин